Идет поклонение. Я раз, во время поклонения что-то произошло. И ты думаешь, может человек уже на него. Хорошо. Это замечательный день и замечательное время. Чем оно замечательное? Хорошо, что вы спросили. Оно замечательное тем, что мы собираемся в Доме Божьем. Это уже замечательно. Аминь. Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Так сказал Господь Иисус. И Он посреди нас пребывает Духом Своим Своим. Может быть мы Его не видим физическими глазами. Может мы Его не слышим физическими ушами. Но если наше сердце будет чутким к Его голосу, к Его присутствию, мы обязательно с Ним соприкоснемся. Аминь. И Бог обязательно в нашей жизни что-то сделает. Аминь. И мы с вами верим в Бога не естественного, а сверхъестественного. Аминь. Библия нам открывает Бога, как Бога Всемогущего. Библия нам открывает Бога, как Бога Вездесущего. Аминь. Библия нам открывает Бога, как Бога Всеведущего. Нет чего-либо такого, чего Он не знал бы. Он знает все. Аминь. Он знает, как хорошее, так и плохое. Библия говорит, ничего не сокрыто от Его глаз. Даже в преисподней какой-нибудь бес может там что-то замышлять, что-то делать. Он все это знает. Все обнажено перед глазами Его. И мы тоже. И наши дела. Наши поступки. Наши мысли. Наши мотивы. Господь видит все. Как-то один проповедник говорил эти же самые вещи. И кто-то из зала сказал, аллилуйя. Он такой говорит, ну не знаю. Если Господь видит абсолютно все, то Он видит не только что-то хорошее. Он видит и что-то не очень хорошее и благопристойное. Он говорит, поэтому для того, чтобы радоваться, наше сердце должно быть чистым и святым. Аминь. Вы знаете, возлюбленные братья и сестры, Иисус с нами явил Бога, как нашего Отца. Впервые Он перед нами предстает, как Отец наш, который сотворил нас. И Он любит нас. Он хочет иметь с нами отношения. И представьте, Тот, Кто всемогущий, Тот, Кто может все, Он наш Небесный Папочка. Разве это не замечательно? Аминь. И Он является тем, кто хочет в нашей жизни действовать. Он хочет, чтобы Его сверхъестественная, всемогущая сила действовала в нашей жизни. И мы это видим на примере нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Когда Иисус ходил по этой земле, Он являл нам Небесного Отца. То есть, смотря на Иисуса, мы можем видеть Небесного Отца, который действовал. И то, что делал Иисус по отношению к людям, это были дела Небесного Отца. Он говорит, я ничего не делаю сам от себя. Я вижу Отца делающего, и Я делаю так же. Понимаете? Аминь. И таким образом мы можем видеть, что наш Небесный Отец хочет в нашей жизни делать. Возлюбленные братья и сестры, у меня для вас хорошая радостная новость. Точно так же, как Иисус ходил по земле, и Он творил великие дела. Это были дела, проявляющие Божью любовь. Сегодня на земле есть Дух Святой, который желает делать эти дела. Иисус нам это показывал. Мы с вами можем посмотреть пример в Евангелии Марка, 11 главе, с 20 стиха. Небольшая предыстория. Он шел, увидел смоковницу, подошел, искал на ней плоды, но ничего на ней не нашел. И Он сказал, да не вкушает от тебя никто плода вовек. Смотрим, какой результат. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему, рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла. Сделав это, Иисус явил всемогущую силу. Скажите, подвластны ли человеку чисто по-человечески? Обратиться к дереву, и чтобы дерево засохло. У нас, как естественных творений, чисто, ну, давайте взьмем материальное, да? Чисто физиологию, тело физическое. Нет у нашего физического тела силы и способности заставить дерево засохнуть. И в этом была неестественная физическая человеческая сила. В том, что дерево засохло, была сверхъестественная сила. И дальше Иисус объясняет ученикам. Иисус, отвечая, говорит им. Другими словами, Он показывает, почему это произошло. И имейте веру Божью. Скажи своему ближнему, имей веру Божью. Другими словами, за действием, в результате которого засохла смоковница, стояла вера. Скажи, вера. Иисус дает нам поручение иметь веру. Аминь. Если Иисус поручает нам иметь веру, это говорит о том, что это наша ответственность. Скажи, это моя ответственность. Это моя ответственность. Аминь. Это обозначает, что мы можем иметь веру. Аминь. Это обозначает, что Бог обеспечил нас всем необходимым, чтобы у нас вера была. Аминь. И нет никакого оправдания, если сегодня у нас веры нет. Мы не можем сказать, Господь, ты не дал мне веру. Мы не можем оправдаться тем, что у нас веры нет. Если Иисус поручил тебе иметь веру, это значит, что это твоя ответственность. Это моя ответственность. И мы должны заботиться о том, чтобы иметь веру. И дальше Иисус показывает, что будет и как вера будет работать. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе этой, поднимись и вернись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверит, 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 что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. И 24 стих, потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Верьте, что получите, и будет вам. Вера – это способ что-то получить от Бога. Аминь. Возлюбленные братья и сестры, как я раньше сказал, наш Бог – Он всемогущий Бог. Аминь. И Бог хочет и может в нашей жизни проявлять Свою всемогущую силу. Он – любящий. И Иоанн в послании говорит, Бог есть любовь. Бог есть Агапе. Это Его сущность. И Он любит нас, мы Его дети. И Он желает, чтобы Его любовь в нашей жизни проявлялась. Он видит наши жизни. И Его сердце ревностно хочет в нашей жизни проявлять себя, действовать в нашей жизни. Если в нашей жизни есть болезнь, у Него есть сила эту болезнь исцелить. Аминь. Если в нашей жизни есть какая-то проблема, какая-то беда, у Него есть сила нас избавить от этой проблемы. Аминь. Наш Бог – Бог избавляющий. Аминь. Аминь. Если в нашей жизни есть какие-то обстоятельства, сложные, трудности, у Него есть сила провести нас. Аминь. Он – Бог всемогущий. У Него есть сила благословить нас. Аминь. Аминь. Мы с вами можем задаваться вопросами, что мне делать? Господь, какой путь мне в жизни выбрать? Дорогие братья и сестры, Бог – следующий. И у Него есть мудрость, откровение для нас, чтобы провести нас, чтобы направить нас. Он желает дать нам водительство. Аминь. Он знает, как лучше. Аминь. Здесь Иисус говорит «гора». Если кто скажет горе этой «поднимись вверх здесь море» и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. «Гора» олицетворяет проблему, с которой мы можем столкнуться. Я хочу, чтобы вы подумали, сколько обычных, естественных, физических, человеческих сил надо, чтобы гору переместить в море. Алло, вы тут? Я здесь. Я фактически вопрос задал. Много сил. Всю жизнь. И то вряд ли переместишь, да? Смотря какая гора. Если взять кирку, ну ладно, отбой на молоток даже, и долбить ее каждый день с утра до вечера, и собирать это в тачку, и выкидывать в море. Юрий правильно говорит, всей жизни не хватит. Но здесь Библия показывает, насколько велика сила веры. То, что физически мы не можем преодолеть, с чем физически мы не можем справиться, сила веры может с этим справиться. Аминь. Потому что наша сила веры, она соединяется с силой Божьей. Бог сотворил гору. Для Него не проблема эту гору сдвинуть в море. Все, что нам надо, нам нужна вера. Все, что тебе надо, тебе нужна вера. Скажи своему ближнему, все, что тебе надо, тебе нужна вера. Аминь. Тебе нужна вера. Тебе нужна вера. Бог способен спасать. Для Бога нет неразрешимых обстоятельств, ситуаций. Бог силен исцелять. Аминь. Бог силен благословлять. Аминь. Мы с вами читаем Ветхий Завет и видим, что даже то, что было уже мертво, Бог воскрешал. Помните жезлу Аарона? Когда испытывали, проверяли, кто станет священником. Вот Бог сказал, пусть положат жезлы в ковчег. И тот жезл, который расцветет, того я и избрал. Жезл это такая деревянная палка, пособ, с которым человек ходил. И он ходил с ним не, знаете, это не какое-то такое свежее доска, свежее бревно какое-то, ветка, которое отрезал Аарон, только отрезал, взял и говорит, это будет мой жезл. Нет. Люди ходили с ним десятки лет, десять, двадцать, тридцать, сорок. Аарону было около восьмидесяти. Это брат Моисея. Он был взрослый. Насколько мне известно, он был старше Моисея. Это говорит о том, что не один десяток лет у него был этот жезл. И он уже был совершенно сухой. Но сила Божья сделала так, что он ожил. Когда Моисей взял свой посор и бросил перед фараоном, он превратился в зверю. Есть ли что невозможное для Господа? Все, что нам необходимо, нам нужна вера. Потому что вера – это основной способ, как Бог действует. Аминь. Я могу вот на это услышать аминь? Аминь. Вера – это основной способ, как Бог действует. Есть исключение, когда Бог что-то делал по своей милости. Но основной способ, читая Библию, от книги Бытие до книги Откровения, мы видим, что основной способ, как Бог действует – это по вере человека. Если мы смотрим с вами Ветхий Завет, то мы видим потрясающие истории, как Бог действовал, и Он действовал по вере. Нам всем хорошо известна история Авраама. Как Бог, благодаря вере, сделал Его способным родить ребенка. Бог сделал бесплодную сару, способную принять семя, выносить ребенка и родить. И в этом была задействована вера. Аминь. Прочитайте дома послание к евреям, 11 главу. Там сказано, что благодаря вере раступились воды Красного моря. Вы когда-нибудь задумывались, почему они раступились? Ну, чтобы Бог сказал. Мы думали, это сила Божья, 100%. Но здесь Библия открывает, по какой причине? У кого-то была вера в то, что море раступится. И это был Моисей, слава Богу. Бог сказал Моисею, и Моисей поверил, что море раступится. Море раступилось не просто так, это не случайность, не стечение обстоятельств. В этом была задействована вера, и вера оказала влияние на то, что море раступилось. Вера задействовала силу Божью. Библия говорит, что по вере пали стены Ерихона. Стены Ерихона упали не просто так. Не потому, что их сконструировали как-то неправильно. Помните, мы с вами говорили о том, какие стены Ерихона были? Я могу ошибаться, по-моему, четыре колесницы могли бок о бок ехать по этим стенам. Они были очень широкие. Эта стена состояла из двух стен, соединенных друг с другом. Это была очень крепкая стена. Но для того, чтобы эта стена упала, должна была быть задействована вера. И был лидер израильского народа Иисус Навин, и у него была вера, и эти стены упадут. Они упали по вере. Человеку нужно было верить, что это произойдет. Возлюбленные братья и сестры, если в ветхозаветное время были герои Божьи, которые верили, нет никакого оправдания нам, если у нас нет веры. Если в то время, до искупительной жертвы Иисуса Христа, люди так могли верить, я сегодня хочу кинуть вызов, мы должны верить еще больше. Аминь. Мы здесь. Аминь. Библия говорит, что по вере закрывали рот львам. Даниила кинули ко львам. И львы остались голодными, потому что у него была вера. Библия говорит, и угошали силу огня. Кто избежал силы огня? Сидрах, Мисах, Авденага. Расскалили печь намного сильнее, чем обычно. И те, кто их туда кидали, они упали замерзно. Такая сила огня была. Но она не смогла повредить Сидраху, Мисаху и Авденага. Потому что они сказали, что нам не приключится зло. Ты можешь нас туда бросать. Но Бог силен избавить нас от печи. Это была их вера. Почему огонь не причинил им вреда? Потому что у них была вера. Это не произошло. Просто чудо без всяких на то причин. Была причина, почему огонь их не опалил. Я хочу тебе сказать. В нашу жизнь могут прийти палящие обстоятельства. Что нам необходимо делать в этих обстоятельствах? Иметь веру. Иметь веру. Иметь веру. Скажи своим ближнему, тебе надо вера. И Бог избавит тебя. Аминь. В Новом Завете мы видим множество потрясающих примеров веры. Когда Иисус служил, Он часто говорил, по вере твоей, по вере твоей, по вере твоей, по вере твоей. К Нему приступило двое слепых. Он спросил их, вы верите, что Я могу это сделать? И они сказали, да. Он им говорит, по вере вашей да будет вам. И они тут же прозрели. Аминь. Это записано в Матфея, 9 главе, 29 стихе. Римский сотник пришел к Иисусу. И написано, Иисус удивился его вере. Он исцелил его слугу. По вере сотник. Библия нам рассказывает про расслабленного, которого вонесли четверо. И написано, Иисус видя веру их. Аминь. Парализованный встал со своей постели. Мать одержимой девочки. Санамитянка. Она шла за Иисусом и кричала, помоги, 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 помоги. Иисус говорит, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она сказала, да, но и псы едят в крохи, которые, говорит, велика вера твоя. Вы видите? Иисус указывает нам причину, почему эта дочь этой женщины получила свободу от нечистого духа. Дорогие братья и сестры, если это было действенно во дни Иисуса. Если это было действенно во дни Авраама, Исаака, Якова, Даниила, Давида и многих-многих других, то же самое будет работать и в нашей жизни. И это наша ответственность заботиться о том, чтобы у нас была вера. Аминь. Если нету веры, то нет ответа. Евреям 3 глава, 19 стих. Евреям 3, 19. Там говорится, что израильский народ, который вышел из Египта, пришел к обитованной земле, но они не смогли войти в обитованную землю. И сказана причина почему. Из-за неверия. Я хочу, чтобы мы с вами задумались об этом. Обитованная земля была для них благословением. Бог обещал им эту землю. Но они были не способны ее взять. Из-за неверия. Из-за неверия. У нас, как у детей Божьих, есть множество обетований от Бога. Библия наполнена обетованиями. И слава Богу, Библия говорит, что все Божьи обещания в Иисусе для нас, да и аминь. Это значит, они принадлежат нам. Аминь. Библия говорит, не видел того глаз, не слышал того уха. Даже на сердце не приходило человеку то, что Бог приготовил любящим его. Возьмем мы это или нет? Это уже зависит от меня. Скажи, это зависит от меня. Не от пастора. Не от Бога. Это зависит от нас. Что нам для этого необходимо? Нам необходимо иметь веру. Тебе необходимо иметь веру. Если ты будешь иметь веру, ты сможешь взять обетование. Евреи вышли из Египта. Подобно тому, как мы вышли из этого мира. Покаялись. Пришли в церковь. Приняли Иисуса своим Господом и Спасителем. Мы вышли из рабства дьявола. Из рабства греха. Слава Иисусу Христу. Но мы не должны на этом остановиться. Мы должны взять все то, что наш Небесный Отец желает нам дать. Он благой. И у Него множество благ. Аминь. Я желаю, чтобы мы практиковали нашу веру. Возрастали в нашей вере. Чтобы мы были верующие не просто на словах, но чтобы наша вера была действенной. Аминь. Иакова 1 глава 6-7 стих. Там сказано так. Но допросит с верой немало, не сомневаясь. Да не думает такой человек что-нибудь получить от Господа. Вы видите? Нет веры, нет ответа. Нет веры, ты ничего не получишь. Евреям 11 глава 6 стих. Приходящий к Господу надобно, чтобы веровал. Без веры угодить Господу невозможно. Кругом мы встречаем веру, 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 веру. Мы видим, что Иисус не мог делать ничего в жизни людей, если у них не было веры. Матфея 13 глава 58 стих описывает, как Иисус пришел в свое Отечество, в родной город Назарет. Где его соотечественники, они видели Иисуса с раннего детства. Они видели, как он бегал по их улицам, как он рос, как он играл, как он учился. Они видели, и в их глазах это был обычный, простой человек. Они не могли его воспринимать, как Божьего служителя, как Мессию, как помазанника. У них не было веры. И это один из случаев, когда Иисус удивился отсутствию веры. Скажи своему ближнему, не удивляй Иисуса отсутствием веры. Не удивляй его. Пусть Иисус не удивляется тому, что у тебя веры нет. Пусть Иисус будет удивлен твоей сильной верой. Аминь. Я желаю, чтобы Иисус был в восторге, удивлялся от того, что каждый человек в нашей церкви будет иметь сильную веру. Аминь. Веру, которая будет действовать, которая будет работать. Аминь. Был случай, когда ученики пытались выгнать злого духа, беса. И у них ничего не получилось. Они наедине спросили Иисуса, почему, почему, почему. Он сказал, по неверию вашему. По неверию вашему. Это записано в Матфея 17, 20. Отсутствие веры не приносит результатов. Не приносит хороших плодов. Из-за неверия Бог не может в нашей жизни действовать. Поэтому для нас так важно иметь веру. Бог хочет в нашей жизни действовать. Но для этого нам нужна вера. Для этого нам нужна вера. Где же нам взять веру? Где нам взять веру? Всем хорошо известное место. Писание Римлянам 10, глава 17 стих. Римлянам 10, 17. Там сказано вера от слышания. Ослышание от Слова Божьего. В оригинале сказано вера от слышания, а слышание от Рима. Рима с греческого перевода на русский. Это слово, которое Господь говорит сейчас. Которое ты слышишь. Которое сказанное. Проговоренное. Это слово рождает веру. Такое слово, которое Господь открывает нашему духу, нашему сердцу. Оно является источником веры. Как нам получить это слово? Дорогие братья и сестры. Бог ничего не говорит того, что расходится с тем, что написано в этой книге. Бог никогда никому ничего не скажет, что расходится с этой книгой. Если Господь в этой книге, в Библии сказал. Прощайте людям согрешения их. Он не скажет тебе лично какое-то особое духовное новое откровение, руководство, водительство. Знаешь, дорогой брат, дорогая сестра. Эти люди такие плохие, тебе можно их не прощать. Он не скажет тебе такого. Потому что это будет идти в разрез, в противоречии тому, что он уже сказал. Если Бог сказал, любите, он не скажет тебе, сестра, ты моя такая особенная. Вот для тебя у меня есть особое откровение. Можешь не любить. Можешь относиться плохо. Если Бог что-то в своем слове в Библии сказал, он никогда не скажет наперекор. Есть одна религиозная организация, которая, по моему скромному мнению, церковью не является, я не буду ее называть. Но они говорят, Библия, ха, что вы нам Библию говорите, молодой человек? Мы в Бога верим. Бог больше, чем Библия. Я говорю, ну, интересная у вас теория. Ну, для меня Библия самый главный авторитет. Они говорят, ну, Библия, это всего лишь навсего книга, а Бог больше. В Библии сказано, Бог превознес свое слово превыше всякого своего имени. Это авторитет. Это авторитет. Для нас, для церкви, это высший авторитет. И слово, которое записано в Библии, оно на греческом называется логос. Логос, греческое слово логос. И как мы с вами получаем рема? Логос, записанное слово, является основанием для получения слова сказанного. То, что тебе Бог скажет, это будет соответствовать, и это будет то, что написано в этой книге. Если тебе надо исцеление, у меня для тебя есть практическое руководство. Тебе нужно взять все места, которые в Библии Бог говорит об исцелении. У меня на компьютере есть список из ста мест, где Бог говорит об исцелении. Возьми место из Библии, Псалом 102. Он исцеляет все недуги мои. Возьми из Исаия 53. Иисус взял на себя наши немощи, понес на себе мои болезни. Ранами его мы исцелились. Спасибо, Николай. Возьми в 90-й Псалом. Сейчас ходят новости. Я вам скажу, за этими новостями, за эпидемией, о которой, я думаю, вы все уже слышали, коронавирус. Я верю, что за этим стоит дьявол, дух из преисподней. И мы можем слушать эти новости, и они что-то произведут в нашем сердце, в нашем мышлении. Они могут произвести тревогу, они могут произвести страх. Я вижу, как некоторые верующие люди, они начинают бояться, пугаться. А-а-а, болезнь, а-а-а, я боюсь, как бы мне не заболеть, как бы мне не заболеть. Братья и сестры, будь верующим. Аминь. Не будь неверующим. Будь верующим. Псалом 90-й. Он избавит меня от сети лукавого. А как дальше? От гибельной язвы коронавируса он избавит тебя. Аминь. Я говорю, не приключится тебе зло. Я говорю, язва коронавируса не приблизится к жилищу твоему. Аминь. Не убоюсь ужасов ночи, стрелы летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы коронавируса, опустошающие в полдень. Аминь. Вы можете на это сказать аминь с верой? Аминь. 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 Если вы с этим соглашаетесь и говорите это верой, вы на свою жизнь провозглашаете защиту Божью. Аминь. Аминь. Вам лень сказать аминь? Аминь. 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 Это ты провозглашаешь свою жизнь. Я согласен с этим словом. Пусть оно в моей жизни работает. Пусть оно исполняется. Аминь. Аминь. Не убоюсь заразы, опустошающие в полдень. Какая бы то ни была зараза. У Бога есть лекарство против этой заразы. У Бога есть профилактика. Что такое профилактика от коронавируса? Слово Божье. Аминь. Принимай лекарство Божьего Слова каждый день. Передозировки не будет. Аминь. Чем больше, тем лучше. Аминь. Аминь. Как слово Лого становится словом Рэма? Когда ты берешь места из Библии. Ты читаешь их. Ты провозглашаешь их. Ты молишься на их основаниях. Дорогие братья и сестры, уже больше 20 лет я молюсь местами из Писания. Самая эффективная действенная молитва. Это молитва, основанная на слове Божьем. Не надо придумывать каких-то своих молитв. Берешь и молишься на основании того, что сказал Господь Бог. Божьими обещаниями защитить тебя, исцелить тебя. Провозглашай каждый день на свою жизнь защиту от коронавируса. Аминь. От заразы опустошающих полдень. Аминь. Библия говорит, Бог повелел ангелам охранять тебя на всех путях твоих. Где бы ты ни был, куда бы ты ни пошел, ангелы. Преялся со мной, охраняйте меня. Когда ты провозглашаешь Божье Слово, ангелы начинают действовать. Аминь. Аминь. Летит коронавирус, а ты говоришь, ангелы защищайте о нем. Тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. Мечами и все. И его это самое... Помогите мне. В общем, порубили его на кусочки, еще мельче. Аминь. Братья и сестры. Что же нам необходимо делать, чтобы у нас была вера? Первое. Нам нужно Слово. Слово Божье, записанное в Библии, говорящее о твоих обстоятельствах, о твоей ситуации. Тебе нужна защита в здоровье. Тебе нужно исцеление. Значит, тебе нужно Слово, которое произведет веру в это. Слышите? Тебе нужно Слово, которое произведет веру в твоем сердце, что ты будешь исцелен. Аминь. Тебе нужно Слово, которое произведет веру в твоем сердце, что не приключится тебе зло. Аминь. Что ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешным. Аминь. И когда ты это Слово читаешь, когда ты это Слово провозглашаешь, когда ты этим Словом молишься, Когда ты над этим словом размышляешь, Святой Дух работает с твоим сердцем, и твоя вера возрастает, 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 возрастает. И к тебе приходит уверенность. Что такое слово Рема? Или как вера, она проявляется, как ее можно описать? Евреям 11 глава, 1 стих. Я верю, всем вам хорошо известно. Итак, вера, это уверенность в невидимом и осуществление ожидаемого. То есть, первое, у тебя в сердце приходит уверенность, приходит убежденность, что будет так, как сказал Господь Бог. Ты в этом убежден. Все. Это не значит, что ты будешь слышать голоса. Дочь моя. Тут можно было бы эхо наложить. Мой сын, ты, 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 ты. Когда Максим Максимов в Харькове проповедовал, ему накладывали. Но я не Максим Максимов, поэтому и так сойдет. Не нужно искать какой-то мистики. У тебя появляется вера. Евреям 11, 1 описывает, как это проявляется. Ты внутри становишься убежденным человеком. Уверенным человеком. Будет так, как сказал Господь. Вы знаете, когда я покаялся, я первый, кто уверовал в Иисуса. Я первый, кто был рожден свыше в своей семье. А мои родственники, папа, мама, брат, они были неспасенными. И у меня дома шла война за веру в Иисуса Христа. Папа сражался со мной. Он меня часами пытался разубедить. Мне хорошо помнится случай, когда он меня позвал, посадил на кухню и сказал, сын, нам надо поговорить. И целый час меня бомбил, все возможные информации. НЛО, зеленые человечки, гипноз, 25-й кадр. Все, что только он мог придумать, шло в оборот. Он пытался мне донести, что нет никакого Бога. Это просто инопланетяне тысячу лет назад прилетели и насадили человечество. Веры в Бога нет. Это просто по телевизору проповедники 25-й кадр показывают. И поэтому вас всех обманули, зазомбировали. А знаете, что такое иметь старшего брата, который в Бога не верит? Который с тебя смеется? Я сижу на кухне. У меня хорошо помнится этот случай. На стол, на крыле брат со мной сидит. Я помолился. Брат, давай смеяться. Я сижу за него тихонечко, шепотом молюсь. А брат смеется, критикует меня. Для младшего это неприятно. Потому что дети в семье, младшие, как правило, не за старшими следом. Старший пример. Вот я смотрю на Алексея, я вижу, что во многом Николай пример для Алексея. Поэтому, Николай, показывай хороший пример Алексея. И вы знаете, несмотря на это сопротивление, которое в моей семье было, я закрывался в своей комнате, молился, читал Библию, читал Библию, читал Библию. И я читал. Спасешься ты и весь дом твой. И вы знаете, в определенный момент в моем сердце появилась эта глубочайшая уверенность, убежденность. Все. Ты уверовал. Твои родные и близкие уверены. По-другому быть не может. И для меня в моем сердце этот вопрос был решен. Вот что такое вера. Аминь. Я не слышал каких-то голосов. Богдан. Твои родные спасутся. Нет. Я просто-напросто читал Библию, молился, и ко мне пришла убежденность. Все. Куда они денутся с подводной лодки, образно говоря. Аминь. У них нет выбора. Они обречены на спасение. Слава Богу. И вы знаете, после этого, что бы они мне ни говорили, как с гуся вода, мне это было абсолютно, меня никак не касалось, на меня не влияло. И в один был такой день, когда они втроем стояли. Папа что-то мне говорил. Брат что-то мне говорил. Я уже не выдержал, я улыбнулся. Говорю. Как хотите. Говорите, что хотите. Но вы все тоже покаетесь, уверуете, родитесь свыше, будете посвящать церковь. Они посмеялись. Слава Господу Иисусу Христу. Бог верный. Если в нашем сердце есть вера, Бог будет действовать по нашей вере. Прошло немножечко времени. Мой отец, моя мать, мой брат служат Иисусу Христу. Слава Господу. Бог верный. Я молился и верил об исцелении моего брата. Я вам уже свидетельствовал за свидетельство еще раз. У него был гепатит С. Слава Иисусу. Был. Это в прошлом. И Бог явил себя как верный, как Бог целитель. Аминь. Но этому предшествовала вера. Мы стояли на Божьем Слове. Молились. И в один прекрасный день брат сказал. Слава Иисусу Христу. Я чист. Моя кровь чиста. Гепатита нет. Если я не ошибаюсь, он уже пять раз сдавал анализы. Потому что такие люди каждый год должны сдавать анализы. Я хочу вам сказать, дорогие братья и сестры. Вера это действенная сила. Тебе необходимо иметь веру. Скажи своему ближнему. Тебе необходимо иметь веру. И тогда любая гора, которая встретится на твоем пути, ты сможешь ее сдвинуть. Какая бы гора проблем ни была, ты сможешь ее сдвинуть. Аминь. Если твои родственники не спасенные, но ты будешь иметь веру, Бог спасет их. Аминь. Если у тебя болезнь, но ты будешь иметь веру, ты исцелишься. Аминь. Что бы это ни было, Бог верный и Он всемогущий. И Он способен ответить нашей жизни. Аминь. Сколько у нас времени? Еще есть время? Я хочу привести еще один пример. Марка 5 глава, 25-й, 34-й стих. Давайте открою. Потрясающая история веры. Потрясающая история веры. Марка 5, 25-34. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у нее и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Дорогие братья и сестры, у женщины было кровотечение 12 лет, кровь шла. Это очень-очень плохое состояние, она сильно страдала. Она обращалась к врача, потратила все деньги, какие у нее были. Я думаю, что в то время врачи, наверное, были похожи на наших врачей, которых интересует... Деньги, деньги. И пока они видели, что деньги есть, они из нее тянули деньги, вне зависимости, то могут ей помочь или нет. И написано, она пришла еще в худшее состояние. Залечили. Врачи. Что дальше сказано? И она, услышавши об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его. Ибо говорила, если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею. И тотчас иссяк у нее источник крови. И она ощутила в теле, что исцелена от болезни. В то же время Иисус почувствовал сам себе, что вышла из него сила, обратился к народу и сказал, кто прикоснулся к моей одежде. Ученики сказали ему, ты видишь, что народ теснит тебя и говоришь, кто прикоснулся ко мне. Но он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. Женщина в страхе и трепете, зная, что с ней произошло, подошла, пала перед ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей, дочь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей. Итак, мы видим из этой истории пункты, что в жизни этой женщины произошло. Я хочу отметить эти важные пункты. Первое. Иисус говорит, что у нее была вера. Аминь. Сказано, что она услышала об Иисусе. Она услышала, услышала. Кто-то, по всей видимости, ей рассказал. И рассказал, по всей видимости, знаете, горячо, с воодушевлением и вдохновением. Возможно, этот человек видел, как Иисус исцелял людей, изгонял бесов. Может быть, он видел, как Иисус воскресил Лазаря, как очищал от прокаженных. И когда он пришел к ней, может быть, поначалу она говорила, ну, я не верю, я не верю. То обманщик, то шарлатан, наверное. Я не знаю, что она говорила. Я не знаю, как она воспринимала. Как сегодня люди воспринимают, когда им проповедуют? Я проповедовал на остановке одному дяде. И он сказал, это все глупости. Это не помогает. Бог не исцеляет. Я говорю, моего брата исцелил. Он говорит, ты не понимаешь, эта болезнь не лечится. Как Бог мог исцелить твоего брата, если эта болезнь не лечится? Он говорит, у моего сына такая болезнь. И врачи сказали, это не лечится. Не может Бог исцелить, если врачи это не лечат. Ей рассказали об Иисусе. Ей рассказали. И то, что ей рассказывали, произвело веру в ее сердце. Произвело веру в ее сердце. Уверенность, убежденность. И написано, она говорила сама себе. Если я просто коснусь края его одежды. Просто сзади, тихонечко. Чтоб никто не видел, никто не знал. Просто коснусь. Его пиджака. Коснусь его пиджака. Просто коснусь. Она говорила себе это. Она пошла и искала Иисуса. Послушайте. Здесь мы видим формулу веры. Из послания к евреям 11 главы 1 стихи. Уверенность невидима и осуществление ожидаемого. У нее была уверенность, что она получит исцеление. Понимаете? Второе. Она осуществляла ожидаемое. То есть она действовала. Она пошла. Она говорила слова. Это осуществление ожидаемого. Послушайте. Для того, чтобы сделать то, что сделала она, нужно было действительно иметь веру. Почему? Потому что женщина, страдающая кровотечением, по Ветхому Завету, в котором она еще жила, она не имела права появляться в обществе. Потому что она, по Ветхому Завету, являлась нечистой. И каждый, кому она прикоснется, тоже стал бы нечистой. По Ветхому Завету ее могли побить камнями. Понимаете? Если бы кто-то узнал, эта женщина страдает кровотечением, начал бы кричать на улице. У евреев было такое хобби. Они тут же искали кирпич и кидали в того, кто нечист. Поэтому люди прокаженные, они были за городом, они жили где-то отдельно. Они носили специальную одежду, колокольчики, кричали издалека, «Ни честь, ни честь, не подходите ко мне!» Женщина, страдавшая кровотечением, она рисковала своей жизнью. Но она была глубоко убеждена, «Если я только встречу Иисусу, если я только встречу с Ним, если только я смогу прикоснуться к краю Его одежды, я исцелюсь». Она исповедовала свою веру. Я желаю, чтобы мы с вами имели ту же уверенность и убежденность, которую имела та женщина. И действовали так же, как она говорили и осуществляли это. Аминь. И смотрите, что сказал Иисус. Иисус не сказал ей, «О, женщина, как тебе повезло! Сегодня счастливый день у тебя, потому что я, Бог всемогущий, исцелил тебя. Моя сила тебя исцелила». Иисус Бог. И Он всемогущий. Но вот на что он обратил внимание. Вера, 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 вера. Твоя вера, твоя вера, твоя вера. Благодаря вере, которую имела эта женщина, когда она коснулась края Его одежды, она активизировала ту силу, которая была на Иисусе. Когда вера, вера этой женщины подключилась к силе Божьей, которая пребывала на Иисусе, сила Божья начала течь и исцелила ее, сделала ее целостной. Слава Иисусу Христу! Аминь! Иисус шел вообще в дом Иаира, и Он даже не думал о ней. Он о ней даже не знал. Это очень важно. Он не знал, кто Его коснулся. У нее не было таких мыслей и таких планов. Так, сейчас она пути встречу женщин, она ко мне прикоснется и исцелится. Нет! Когда она прикоснулась, Он узнал об ее прикосновении. Только по той причине, что Он почувствовал, как сила Божья стала течь из Него. И тогда Он остановился и сказал, кто, 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 кто? Говорите! Надо свидетельство ваше! Возлюбленные братья и сестры, я хочу, чтобы наша церковь была наполнена свидетельствами. Свидетельствами веры. Как Бог отвечает, как Бог исцеляет, как Бог освобождает, как Бог благословляет, как Бог спасает. Аминь! Если тебе необходимо спасение твоих родных и близких, возьми Слово Божье. И каждый день Его провозглашай. Размышляй до тех пор, пока в твоем сердце появится эта глубокая убежденность. Если тебе необходимо исцеление, возьми Слово Божье, которое говорит об исцелении. Читай его каждый день. Вкладывай его в свои глаза. Вкладывай в свои уши. Вкладывай в свои уста. Провозглашай его. Размышляй над ним. Чтобы Слово Логос, информация просто в твоем разуме, в твоей голове, опустилось в твое сердце и произвело там веру. Аминь! Нам необходимо работать с этой книгой. Нам недостаточно просто лишь знать это. Нам недостаточно просто сильно этого хотеть. Нам необходимо работать с этим Словом. Всемирно известный проповедник, Божий служитель, заболел раком. И когда у него обнаружили рак, он решил, этот рак работает против меня 24 часа в сутки. Мне нужно что-то с этим делать. И он закрылся в своем гараже, сказал, жена, забери отсюда детей, мне нужно над чем-то работать. И он открыл Библию. Он нашел все места, которые говорят об исцелении. Ранами Иисуса я исцелен. Болезнь – это проклятие. А я искуплен от проклятия закона. Болезнь – ты не имеешь права находиться в моем теле. И он вышел из этого гаража, уже будучи здоровым. Но на это потребовалось какое-то время. Братья и сестры, для того, чтобы иметь веру, нам нужно быть дисциплинированными людьми. Дисциплинированными в вопросе Слова Божьего. Мы не можем с вами просто-напросто раз в неделю прийти в церковь и послушать Слово Божье и иметь сильную веру. Если нам необходима сверхъестественная сила Божья, действующая в нашей жизни, нам нужно быть дисциплинированными и каждый день вкладывать Слово касательно какого-то конкретного вопроса в свое сердце. Изучать это, читать это, провозглашать это. Это понятно? Каждый день это необходимо делать. Каждый день это необходимо делать. Мы не можем с вами просто играться и иметь сильную веру. Иисус сказал, если чего попросите, в молитве с верой получите. Вы знаете, можно молиться, просить без веры. Не получим. Но условие, чтобы получить, это иметь сильную веру. Скажи веру. Нам необходимо прежде, чем молиться, позаботиться о том, чтобы иметь сильную веру. Я читал, как один Божий служитель молится. Перед тем, как молиться, он открывает места Писания о том, о чем он собирается молиться. И он читает одно за другим, одно за другим, одно за другим. Он читает, читает, читает. Потом закрывает Библию, начинает молиться. Он говорит, на основании всего этого, я молюсь, Господь. Вот так вам нужно поступать. Каждый день, каждый день, каждый день. Если мы с вами будем ленивыми, мы не сможем иметь сильную действующую веру. И просто такой человеческий совет вам. Нужно начинать с чего-то маленького. Не нужно молиться и верить сразу в каких-то больших, грандиозных планов. Как сказал однажды один великий муж Божий, прежде чем ты по вере получишь трехэтажный дом, получи вначале трехэтажный торт. С мирно известный Божий проповедник о вере, который много об этом учит, он говорит, я начинал с того, что я верил Богу о носках. Говорит, у меня просто носков не было, я верил Богу. Бог, дай мне носки. Говорит, я тренировал, практиковал свою веру. Дай мне шнурки, у меня шнурков нет. Начни с чего-то небольшого. Он говорит, спрашивает в зале, кто верит, что Бог исцеляет от рака все? Я! Он говорит, опустите ваши руки. Что вы делаете, когда у вас насморк? Вы бежите в аптеку, чтобы купить что-то от насморка. Когда у вас насморк, практикуйте свою веру в исцеление от насморка. Потом практикуйте свою веру в исцеление от простуды, от гриппа или чего-то еще. Аминь. Итак, вкладывай Слово Божье каждый день в свое сердце. Размышляй над Словом. Размышляй над Словом. Провозглашай Слово. Молись Слово. Выпиши места из Библии, которые касаются твоей ситуации. И молись на основании этих мест. Делая так, день за днем ты взрастишь свою веру. И твоя вера обязательно принесет лоб. Аминь. Аминь. Давайте поднимемся на свои ноги и помолимся. Спасибо. 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 .